Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас... Выведем данный ТН в ремонт... Я произведу переподключение... Для наглядности покажу... Это шинный разменитель ТН... Это хранители ТН... И вот новый снова... Сейчас... Фидер будет выводить... Оперативный персонал в ремонт... Я произведу... Переключение... Выводов обмоток... Еще раз повторю... На новом установленном... Трансформаторе... ЗНОЛ 06.10... Кстати, о нем у меня тоже есть... Отдельное видео на канале... Неправильно подключили... Вывода... То есть неправильно... Собрали... Звезду... На его обмотках... То есть... Звезду собрали... Не на концах обмотках... Обозначенной... Символом Х... А... Собрали... На... Ее... Началах... Как это получилось? Ну... Спешка... Всему виной спешка... Дело в том, что... Работу по замене... Трансформатора напряжения... НТМИ-10... На трансформатор напряжения... На группу трансформаторов напряжения... 3... ЗНОЛ 06.10... Планировали осуществлять... В теплое время года... Подстанция здесь холодная... То есть... Выключатели... Выключатели стоят со стороны улицы... А через... Буквально через стенку... Через перегородку бетонную... Уже расположено распредустройство... И соответственно... Там же был у нас установлен... Трансформатор напряжения... В общем и получилось так... Что эту запланированную работу... Решили экстренно перенести... На холодное время года... Причем так спонтанно... Быстро... Потому что возникла большая вероятность... Штрафа... От энергосбыта... Так как от данного трансформатора напряжения... Была запитана не только защита и технический учет... Но и коммерческий учет... А там требования в этом плане гораздо выше... Соответственно... И так вот быстро... Спонтанно собрались... В холод... И... Видимо в спешке... Потому что и время отключения... Было достаточно ограниченное... И в спешке... Перепутали вот... Эти самые... Выводы... Ну то есть... Вот сколько раз... Знолу не подключал... Постоянно... Вот эти клеммы... Ну нужно прям наклоняться... Сильно вглядываться... В их маркировку... Ну и соответственно... Вектора у нас... Цепей напряжения... Развернулись на 180 градусов... По отношению к векторам тока... То есть вот у нас... Большие... Вектор фазы А... Вектор фазы В... И вектор фазы С... Напряженческие вектора... А вот эти маленькие вектора... Соответствующих цветов АВС... Это у нас вектора токов... Ну и соответственно... Вот этот угол... Между... Вектором напряжения и тока... По каждой фазе... Он получился... Ну как вы видите... Очень большой... По... Где-то 200... Ну вот здесь вот видно... 200 градусов... 195 и 199... То есть это не нормальная... Векторная диаграмма... Из такой векторной диаграммы... Соответственно... Коммерческий учет... Принять в работу не могут... Ну соответственно... После этого и был... Повторно выведен... Трансформатор напряжения... Чтобы устранить... Ошибку подключения... И подключить... Правильным образом... Ну коль уже показал... Неправильную векторную диаграмму... То вот... Обратите внимание... Еще и на вектор полной мощности... Он находится у нас... В третьем квадранте... А нормальное его положение... Ну при... Активной индуктивной нагрузке... Это находиться... В первом квадранте... Здесь же видно... Что мы имеем... Отрицательную... Активную мощность... Вот у нас... Ось Х... Это у нас активная мощность... И мы находимся... И она у нас имеет... Отрицательное значение... И ось У... Это у нас реактивная мощность... И мы видим... Что... Тоже находимся в отрицательной области. То есть вектор у нас полностью имеет активную и реактивную мощность в отрицательных значениях. Ну и это уже наталкивает на мысль, что подключен прибор. Учета неверно. Здесь же это и видно по значению. Вот фаза А, минус 66 активка, минус 26 реактивка. Фаза Б, минус 70 и минус 19. И фаза С, минус 74, минус 27. Соответственно, косинусы у нас все отрицательные. Углы, как я уже сказал, у нас по 200 градусов. Вот у нас угол между вектором напряжения и вектором тока фаза А. Ну и в принципе, здесь у нас фазные и линейные напряжения нашего трансформатора напряжения. Они имеют нормальные значения. Единственное замечание, это у нас перепутанные начало и концы обмоток трансформатора напряжения. Здесь у нас частота сети 50 Гц и температура окружающего воздуха 15 градусов. Но 15 градусов это у нас температура в помещении на панели учета, где установлены непосредственно сами приборы учета электроэнергии. Это у нас счетчики по СЧ 4ТМ 05М01. Они установлены в другом помещении, где температура составляет 15 градусов. Сами же трансформаторы напряжения установлены в более холодном помещении. В общем, произвел переподключение вторичных цепей напряжения. О том, как переключал, снять не удалось. Ну, думаю, так все понятно. Ну, само переподключение, исправление составило от силы, может, минут 10-15, не больше. Нужно было лишь правильно собрать, снять перемычки с выводов А и нейтраль, и переподключить их, переустановить их на вывода Х, и, соответственно, сюда же подключить нейтраль. Вот и все. В общем, сейчас вам покажу уже получившуюся векторную диаграмму. И посмотрите на ее изменения. Ну, а вот так выглядит у нас правильная векторная диаграмма. Как видите, у нас угол составляет здесь от 16 до 20 градусов. То есть хороший угол между вектором напряжения и током по каждой фазе. Ну, вот в данном случае фаза А 21 градус, фаза В 16 и фаза С 16 градусов углы. Также, видите, вектор полной мощности у нас перешел в правильный квадрант. То есть активка у нас положительная, а реактивка у нас тоже положительная. Так, здесь видим значение активной реактивной мощности. Вот, о чем я говорю. Все они приняли положительные значения. Косинус у нас стал положительный 0.93-0.96. Ну и углы я уже вам сказал. В общем, вот такое вот получилось небольшое видео. Опять-таки, его можно отнести к разделу будни электрика. Да, к сожалению, произошла ошибка в подключении. Я этого не отрицаю. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Благо, что сняли быстро векторную диаграмму, нашли ошибку и вернули коммерческий учет в работу. А еще самое главное, что организация не нарвалась на большие штрафы от энергосбыта и произвела своевременно замену трансформатора напряжения НТМИ-10 масляного на группу из трех трансформаторов снова. В общем, вот такое получилось небольшое видео. Кому оно понравилось и было полезно, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много всего интересного. Как обычные такие зарисовки, сюжеты из моих обычных трудовых будней, так и эксперименты с различным оборудованием, различные измерения, испытания, монтажные работы и так далее и тому подобное, как я все это вам показывал и ранее. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм-канал. Там я публикую маленькие и небольшие видеосюжеты, которые не дотягивают до полноценного ролика для Ютуба. Там я частенько публикую различные фотографии. Также из будней задаю встречные вопросы своим коллегам. Также не забывайте присоединяться в наш чат Телеграм. Там мы ежедневно обсуждаем множество различных вопросов, различных ситуаций. В общем, есть такое определенное уже создалось комьюнити, сообщество по интересу именно коллектотехнической тематики и ведется активное там общение. Нас уже там в этом сообществе достигло практически 2000 человек. Ну и мы, соответственно, будем всегда рады вновь присоединившимся товарищам и коллегам. Вот на этом все. Еще раз всех поздравляю с прошедшими праздниками. Всех с наступившим новым 2021 годом и с Рождеством. Желаю всем здоровья и благ. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч.